Дорогие калачевцы, поздравляем вас с великим праздником, Днем Победы. Сегодня исторический день в жизни нашего города. На въезде в Калач-на-Дону состоялось открытие памятного знака, символа города воинской славы Калачан-Дону, 152-мм пушки-гаубицы, образца 1938 года. Обратимся немного к истории создания нового символа. Копия 152-мм пушки-гаубицы, стоявшей в годы Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии, создана на предприятии Локтионова по проекту Александра Георгиевича Рукасуева при поддержке администрации города в лице мэра Криштель Владимира Федосевича. В этом цехе изготавливается въездной знак в наш город Вольф-Кославы Калач-на-Дону. Это макет гаубицы, образца 1938 года, знаменитый М-10, в металле, как вы видите. Вот, готова ходовая часть, установлено на шасси автомобиля грузового тех лет, ЗИС-АА, станины, там он, сошники, готов лафет с горизонтальной вертикальной наводкой. Здесь же механизмы, компенсирующие вес ствола. Сейчас идет работа над изготовлением люльки, в которой находятся противооткатные и досылающие устройства. Потом ствол 152-х миллиметровый, это громадный калибр. И орудийный щит. Все это потом смонтируется. Где-то недели через три орудие будет готово под покраску. Делается очень тщательно, очень тщательно. И вот если детали посмотреть, буквально скрупулезно по чертежам оно изготавливается из этих металлических деталей. Установлено будет орудие на въезд в город Калач. Это там, где дорога из Волгограда разветвляется, уходит в объезд Калача на мост. Вот там оно как раз и будет стоять, это орудие. На высоте 2 метра. Впереди под этим орудием, под этой гаубицей, будет установлена гранитная плита с надписью «Город воинской славы Калач на Дону». И уже сейчас ясно, и уже сейчас видно, что работа будет завершена в срок успешно, без спешки и тщательно. И торжественное открытие нашего знака, если хотите, визитной карточки нашего города, имеющего славное военное прошлое, боевое военное прошлое, намечено на празднование Дня Победы 9 мая этого года. 22 апреля прошла установка нового въездного знака. Ствол пушки направлен не на запад, как традиционно принято при создании военных монументов, а на восток, в сторону Волгограда-Сталинграда, так как направление ствола диктует само местоположение пушки, пояснил нам Александр Георгиевич. Обращаясь к историческим реалиям, именно рядом с этим местом в феврале 1943 года завершилось окружение группировки германских войск. Наши части отправились не на запад, а на восток, на Сталинград, громить окружение дивизии Паулюса. Поэтому пушка указывает направление их главного удара. ПЕСНЯ 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 В этот торжественный и праздничный день на открытии памятного знака собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, представители различных органов власти, военнослужащие 22-й бригады, жители города и гости. МИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мероприятие, посвященное 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, продолжается. Но так сложилось, что выполнили мы свое обещание, маленькое обещание. У нас есть обязательство перед всеми жителями установить стелу в городе Калаче, стелу, которая символизирует город как город воинской славы. Но пока без помощи областного бюджета это сделать невозможно. Мы надежды не теряем. Но то, что было по силам, сегодня осуществлено. Значит, творческий коллектив, депутаты городской думы вышли с инициативой установить въездной, так сказать, знак. Люди, проезжающие на юг, наши калачевцы, должны видеть, что это место – начало города воинской славы. Перед вами орудие, гаубица. Секрета никакого нет, это макет. Сделан очень удачно нашим предприятием города Калача, предприятием индивидуального предпринимателя Локтионова. А вообще-то, вот вся идея изготовления и возможности его реализации, это принадлежит нашему депутату, почетному гражданину города Калача, Рукасуеву Александру Георгиевичу. Значит, тоже хотелось бы высказать спасибо нашим депутатам, которые разрешили профинансировать. Все это очень за маленькие деньги, но въездной знак теперь будет у нас быть. Дорогие друзья, я вот думаю, что правильно мы поступим с вами, что поручим открыть этот знак всем нашим участникам войны. Пусть они подойдут сюда, и мы сейчас срежем этот материал, который покажет, что же тут написано под этим въездным знаком. Сашенька, срезай, срезай, срезай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам за мир над головой. Спасибо вам за счастье и покой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят. Пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда, пусть сияет звезда, нашей славной победы звезда.